Приветствую вас. Я понимаю, что вы будете ругать, но не могу мне рассказать, что это не было. Старый, ужасный, с бородой, но жутко мне нравится. Да не только мне. Прошла Пасха. Понедельник. По зданию ЦК КПСС на Старой площади идет генеральный секретарь ЦК КПСС, горячий любимый Леонид Ильич Прежнев. Идет не спеша, медленно, ковры. На встречу ему идет председатель комитета партийного контроля ЦК КПСС, Пельшин, Леонид Ильич, Христос воскресе. Хорошо, но идет дальше, не спеша, размером. На встречу ему идет секретарь ЦК КПСС, Суслов. Леонид Ильич, Христос воскресе. Спасибо. Мне уже доложили. Я, конечно, не умею так шикарно рассказывать анекдоты, как некоторые, но этот анекдот четко показывает, как относились к Пасхе в советские времена. Да, я думаю, некоторые люди сейчас тоже так относятся. Возможно, вы слышали, слышали от очень старых людей, что времена Сталина, ну, если воскресенье было пасхальное, ну, сами понимаете, пасхальное воскресенье, то старались максимально выйти на работу. Причем очень часто в такое пасхальное воскресенье обязательно было какое-то мероприятие, или работа, или мероприятие, или собрание. Человек мог быть больным, уставшим, измученным. Обязательно. Потому что люди, которые пасхальное воскресенье не пришли на советское, партийное, комсомольское, и другое мероприятие попадали на карандашик. И могли быть большие неприятности. Ну, знаете, понимаете, церковь или религия опыта для народа. Брались. Уф. Так же самое, наверное, вы читали и слышали, что во время Великой Отечественной войны, как раз когда было опасно, что вот-вот-вот-вот и немцы захватят Москву, Сталин пригласил патриарха Сергия, беседовал с ним. И фактически, ну, скажем, разрешил церкву в Союзе Советских, в Союзе Советских Республик. Это после того, когда респрессии были сумасшедшие. Ну, естественно, была дана команда священников, быстренько начали отпускать. И действительно, с ГУЛАГа священники активно начали их освобождать, возвращаться. Даже, в общем-то, ну, скажем так, в местной власти была дана команда не противиться, если люди за свои средства восстанавливать будут церкву или молиться. Такая команда была дана. Ну, партийные работники опытные. Команду дали, мы поняли. И действительно, во время Великой Честной войны, ну, действительно, как бы церкву разрешили. Хотя, с многими нет, 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 нет. Ну, и убрали, даже закрыли, по-моему, журнал «Безбожник». То есть, такую сврепую, очень сврепую антицерковную борьбу прекратили. Были разговоры, что когда уже немцы были вообще, вот еще рывок, и захватят Москву. Ну, икону Божьей Казанской Матери в самолете вокруг Москвы летала. Была она возле Москвы или нет, сложно сказать. Ну, считается, что эта икона Казанской Божьей Матери когда-то отогнала от Москвы татар. Спорно. Это не большая гипотеза. Ну, так или иначе, да, действительно. Да, после войны, конечно, стали наши гаечки прикручивать. Но, произошло то, что больше всего, наверное, опасались партийные работники. Когда уже Хрущев стал первым секретарем ЦК КПСС, оказалось, что церква функционирует. Да. Понимаете, запретный был всегда сладок. То, что люди верили, не верили, это отдельный разговор. Ну, то, что действительно некоторые тайком венчались, крестились. Ну, потому что запрещено. По этой причине Хрущев. Действительно, на Хрущев было довольно сильное гонение на церковь. Мало кто про это знает. Очень сильно. То есть, фактически, вторая волна пошла. А вот при Брежневе, честно говоря, понимаете, никто не знает, был ли Брежнев верующий, неверующий. Как-то никто про это не рассказывал. Так, какие-то там разговоры, какой-то хрестик у него там лежал. Ну, мне кажется, это не более чем. Но, прежний действительно, как бы, репрессий против церкви не устраивал. Вот лечит Хрущев. Но, доручил КГБ разобраться. Вот интересный факт. В Гестапо был отдел, который занимался религией. И в КГБ был отдел, который занимался религией. Правда, совпадает? Нет. Почему я говорю, разницы нет? Что один, что другой. Есть такие разговоры, что в Советском Союзе 95%. Почему 95%? А почему не стало? Священников были стукачи КГБ. Ну, не знаю. В самом случае, негласные сводомители. Да, были, были. История знает массу случаев, когда человек на исповеди священнику говорил какие-то ненужные слова. А после этого его арестовали. Такие случаи были. И причем очень часто их-то ждут. Так что, в принципе, чаще всего умные люди говорят, ты что, ну, священнику говори, но не надо. Не надо. Чуть-чуть. Чтобы Бог далеко, священник рядом, КГБ еще рядом. Ну, и действительно, в многих случаях все-таки церковь была внезаконна. И так или иначе, если у тебя были плохие отношения и с куратором, рекома партии, КГБ, то тебе бы работать не дали. Но зато, когда при Горбачеве разрешили, Боже, что, уже забыли, что творилось, что творилось. О, Господи, сразу тут куча священников, народ бросился высвячивать и хреститься. Уже, конечно, забыли, были моменты, когда люди, ну, вот уже в таком серьезном возрасте, шли в церковь, занимали очередь покреститься. Ну, просто не считали, надо, надо, надо. И причем это очереди, как магазин были, сумасшедшие. Вот человек заходит, там священник раз, 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 все, покрестивай, следующее, следующее, берет, 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 берет. Было такое, было, было. Ну, просто вот, ну, вот как же, надо же, надо, и это такая. Причем многие даже не понимали, что это такое, зачем. И тогда, действительно, при Горбачеве уже пошла вот эта мода. Пасхи, 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 церковь, Пасхи. Прибрежье не смотри, какая ситуация. Ну, во-первых, действительно агитировали, чтобы не ходили. Во-вторых, если это ты был комсомолец, то тебя там тоже агитируют, что нет, церкви не надо, это плохо и так дальше. Даже специально стояли представители комитета комсомола, записывали, а кто же в церкви был. Ну, нехорошо. Ну, понятно, что если ты был членом КПСС, лучше не надо. Могли стукануть, стукачку, и действительно мог получить. Понятное дело, если ты был рабочий, то, ну, тебе могли бы сказать, что ты-то поперся, ну, дальше нет. И очень часто, естественно, в церковь шли бабушки, дедушки, типа, ну, ладно, бабушки и дедушки, можно, пускай идут. Говорят, только детей не берите. Брали детей, брали. Ну, тоже нашли. Так что такое было. Ну, уже стала Украина. Да, тогда уже размах. Вообще, сложно сказать, сколько новых церквей понастраивали, поперестраивали. Ну, сейчас вы знаете, переругалась одна концессия, вторая, третья. Вообще, по большому счету, вы даже не угадаете, сколько у нас религиозных организаций концессий в Украине. Вы же из него даете. Больше сто. Удивляйтесь. Ну, есть просто очень маленькие, про которых вы даже не догадываетесь. А есть, действительно, большие. Ну, естественно, там, Московская, вот это Киевская патриархия. Ну, теперь они подробно называются, какая разница. Потом же Старобрядцы у нас есть. Да, есть такие. Ну, соответственно, Униаты, которые, мы их называем Униаты. Вообще-то, это Украинская католистская церковь. Плюс ко всему, у нас же есть православный Константинопска патриархата. У нас есть еще православный грузинский, ну, то есть с Грузии, с Армении, с Румынии. Потом еще добавьте туда Боснии и Герцоги. Даже Студово есть. Нет, у нас сколько угодно. Да, кто-то больше, кто-то меньше, кто-то празднует. Ну, что скажу, пока на сегодняшний момент церковь не проходит бизнес. Налоги можно не платить, можно неплохо зарабатывать. Пока люди несут, да, тут действительно, сейчас, конечно, священники сильно потеряли. Знаете, по интернету посвятить это одно, а если человек пришел, там, рубчик два, три, десяточку, соточку, уже, а так, сложность. Так что, могу сказать одно. Христос воскрес! Так я уже доложил.